В эту отвертку кладу какая-то вот такая хаотичная какая-то силограмма вот опять выключается тут может быть следовало бы для питания на 200 Ом поставить поменьше сопротивление резистор где стоит 2000 кило 200 кило там тоже наверно надо поставить 100 кило что не так он тут долго все не так он был склонен выключаться может ему не хватает вообще на питание микросхемы энергии вот какая-то картинка интересная вот ток уже какой-то вот ток уже какой-то Надо почти до 3 ампер дышать. Продолжение следует. 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 вроде бы резонанс ничего не горит вот в чем фишка почему он выключается ему не то что много тока ему питание слишком мало поступает на микросхемы он начинает выключаться когда вообще без никакой нагрузки только вот только вот этого генераторы и и это драйвер на комплементарной паре собраны вот тесла не подключена вот потребление это мизерно так что вот когда выключается этот гуна начинает не работать вот начинает это на затворе вот такая цифрограмма начинает вот на такую картинку выдавать что-то мне не нравится на затворе славан она такая похоже запирающий транзистор что ли сгорел он такой запирающий транзистор не отпирает как следует а вероятно напряжение вообще надо во первых эту проблему устранить я поставил резистор там вот этот вот который диоды и которые для питания потом от всех это и все микросхемки всего этого но там стоит 200 он нужно не 200 поставить а 100 хотя бы но нужно какой такой более ватный чтоб он может греться вот тут какой-то такой здоровенький вот тут какой то такой здоровенький вот тут что нужно 200 который был смотрю вот через лампу можно было бы запустить Вроде бы там ничего такого не трогаю, поэтому срискую. Вот, заработало, теперь тут включаю. Вот, работает, всё не выключается сама. Вот, где-то фронты вообще, что-то там с ним не то похоже. Вот, опускаю частоту. Сейчас увидим, что тут по сравнению. Вот, опять начинает выключаться. Ножи недостаточно, ему 80 Ом. Нужно 40 Ом. Вот, передний фронт вообще какой-то. Поставил 55 Ом, теперь не открывается. То есть, не выключается. Ну вот, фронт на низкой частоте понизил частоту. Что-то вообще какой-то входит в базу. Нужно будет теперь проверить, или соединение есть. Так, средняя у него база вроде. Не, у него эмитер последней базы. База первая, коллектор второй. Коллектор должен к плюсу идти. А тут по входу вот этот конденсатор, он какой-то слишком большой. 250 вольт. Не понимаю, сколько тут много. Что-то 62. Ф-62, что-то такое, не знаю. В общем, его нужно, наверное, будет убрать. Это он тут особо пользы не приносит, мне кажется. Вот, исправил эту ошибку. Там просто коллектор отпирающего транзистора не был соединен. Там не было контакта с плюсом, я там сделал контакт. А вот теперь все нормально, крутые фронты. Там отпирающий фронт идет через 10 мм резистора. Запирающий обратно поставлен диод, чтобы быстрее это запирало. Поэтому запирающий фронт, по идее, должен быть круче, чем отпирающий. Вот, похоже, так и видно. Вот, отпирающий. Вот, одна 0,1 микросекунда, то есть 100 наносекунд клетка. Так тут сколько клеток? Вот, если досюда считать, то тут вообще очень круто. Тут где-то не знаю. Ну, давай 50 наносекунд клетка. Тут где-то 25 наносекунд, если досюда сейчас. Ну, вот, если вот так брать внимание, вот так где-то. Где-то 25 наносекунд. А запирающий тут не знаю, как посмотреть. Потому что тут остиллограф не позволяет такое делать. При таком делении нужно немножко убавить. По-моему, запирающий еще круче. Я теперь частоту повышал. Теперь понятно, что все работает. Раньше было не работало нормально, поэтому не мог нормально все проверить. Вот, частоту повышаю. Теперь уже нужно лучше приблизить. Вот, видно запирающий. Все где отпирающий даже круче, чем запирающий. Вот, запирающий. Ну, еще повышу частоту. Вот, 50 наносекунд клетка. Вот, где-то 50 наносекунд и есть. Потому что уже, вот отсюда где-то уже начинается. Вот отсюда, там уже, потому что где-то, если будет какие-то 0,2, то есть 3-2 вольта, транзистор все равно не будет пропускать. Поэтому можно где-то от 3-2 вольт считать до каких-то 7 вольт. В это время будет транзистор, ну, он как бы будет иметь потери на это. Но это время, на остальное время там потери не будет. Ну, или это особенность PNP транзистора связана, что он так не так уж быстро закрывает. А, не знаю, с чем это так связано. Вот, как видно, на высокой частоте такая скважинность вырастает. Открыть себя больше, чем закрыть. Вот, сделаю её одна клетка, одна микросекунда. Тут вот какая частота. Вот, где-то и есть. Где-то 1,3 МГц. Вот повыше, если частоту сделаю. Вот тут уже где-то 2,3 МГц. Вот тут вообще уже. Больше часы открыт, чем закрыт. В таких высоких частотах, чем выше, чем закрыт. Закрыт уже становится очень мало времени. Ну, качер так и работает, он больше времени закрыт. Если там в базу, тем более поставить там больше, малое сопротивление. Ну, вот тут, наверное, где-то 3 МГц теперь будет. Да, где-то 3 МГц. Ну, вот, до 3 МГц где-то нормально. А вот, видно вот такие вот импульсы на верхушках. Вот. Это от моего блока питания наводки. Вот, может, если между стоками и стоком поставить этот снабер, и дремься, то, может, они пропадут. Субтитры сделал DimaTorzok